Всем привет, друзья! В этом видео я хочу предложить вам приготовить солянку сборную мясную. Какого только вида мяса здесь нет, солянка получается очень-очень вкусная. Давайте приготовим! Итак, для приготовления нашей соляночки нам понадобится бекон сырокопченый, нарезаем его полосочками, колбаска копченая, тоже полосочками нарезаем и колбаса вареная, тоже нарезаем полосками, но вы можете нарезать по своему вкусу. Мне кажется, прикольно, когда полосками все нарезано. Обжарим на сковородке нашу колбаску вареную. Я вот для солянки все обжариваю, колбасу и вареную, и копченую. Сейчас вот обжарю вареную, потом буду копченую обжаривать. А вот бекон я, наверное, обжаривать не буду, я его запущу в суп прямо так. И колбаска уже у меня вареная пожарилась, стала вот такой. Теперь на жарку отправляем нашу копченую колбасу. Для экономии времени можно, конечно, обжаривать все это сразу на разных сковородках, да даже и в одной. Но я не люблю, когда смешивается, мне надо по отдельности все это обжаривать. Я не люблю, когда там два вида колбасы или колбаса с сосисками обжариваются вместе. Вот, я все время обжариваю отдельно для солянки. Это можно делать на разных сковородках одновременно, да, чтобы экономилось время. Ну, я вот на одной. Сначала один вид колбасы, потом другой. Очень много масла выделилось из копченой колбасы, смотрите, сколько. То есть, когда я закладывала, на сковородке масла почти не было. Сейчас вообще вся сковородка в масле, она даже стекает. Вот в колбасе сколько масла. Я буду готовить солянку на говядине. У меня вот такой вот кусок с косточкой. И все-таки захотелось мне добавить в нашу солянку сосисок. Добавлю сюда сосиски. У меня вот такие баварские, а Владимирский стандарт. Сосиски Владимирские делаются во Владимире. Не знаю, продается еще где-то или нет, но у меня сейчас они отправятся в соляночку. Я нарезала наши сосиски, и теперь сейчас будем их обжаривать. На сковородку отправляем нарезанные соленые или маринованные огурцы. И немножечко тушим. Можно потушить их в рассоле. Тут у нас варится мясо, скоро закипит. А сюда мы вываливаем лучок и морковку. К обжаренной морковке с луком добавляем немножко томатной пасты. И заливаем чуть-чуть водичкой. Это может быть бульон из супа. Может быть просто горячая вскипяченая вода. И немножечко в таком виде протушиваем. Так, наше мясо готово. Мы его вынули. А в бульон сейчас просто будем закладывать то, что мы обжаривали. Итак, в наш бульончик отправляются сосиски. В наш бульончик отправляется колбаска. Еще одна колбаска. Наш сырокопченый бекон. Огурчики. В бульончик мы, конечно же, немножко солим. И теперь ждем, когда закипит. А после закипания отправляем в солянку нашу зажарочку. Так, у нас водичка вскипела. И теперь можно сюда отправлять все вот это дело со сковородки. И наша соляночка уже закипела вместе со всеми ингредиентами. По специям не могу сказать. Добавляйте свои любимые. Вот такой вот пакетик. Такой приправоч. Смесь 5 перцев. Ну и солю я вот такой вот солью. Соль адыгейская. Она, видите, любимый продукт кавказских долгожителей. Такая довольно прикольная соль. Она уже как приправа сама по себе. Там и сушеный чеснок в ней, и еще что-то. Я все солю вот такой солью. Так, наша солянка готова. Можно отправить сюда то мясо, которое мы срезали с кости. Вот наша соляночка готова. Я еще сметанку не размешивала. Все очень-очень вкусно выглядит. С лимончиком, с черным хлебушком. Сейчас будем кушать, пробовать и, конечно, восхищаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok